Мой самый близкий дервиш, заур ФНД, самый настоящий турк. Всем туркам турк мой брат. Он, короче, самый настоящий ата-турк это он, но его поэтому вытеснили. Никто не хочет из этих самозванцев признать человека, да? Только я признаю пока. И этого достаточно. Он чуть было не фатву объявил всем тем, кто поздравит с днями независимости и жалких кавказских народов. И всех троих честно, и своих, и грузин, и армян, вообще никого лучше не считает, хуже не считает. Поэтому я его очень люблю, честнейший человек. Все правильно говорит и живет. Даже не хочу говорить, где и спасает этих людей, в общем. Если бы не дервиш не был бы среди них, давно пропали бы. Это такие дела. Люди, молодые люди, которые учатся в Тарике Атехтамсеам и так далее, и так далее. Сутильха слушает. Ну, я же все-таки не могу, как командир армии независимости, про этот день промолчать. Мы все-таки все три республики стали независимыми. В этот день, когда наши грузинские братья, наши спасители, сказали кавказскому сеймущине, что мы объявили независимость. Если бы грузины не объявили бы независимость, азербайджанцы и армияне даже не дадумались быть до такого слова. По факту, оказались армияны азербайджанским союзом без грузин и никому это не понравилось. Азербайджанцы сказали, ах, зносы кемперепутинеры и ушли вообще объявили. И тоже независимость. Армияне долгое время и других говорили, ай, бала, мне надо это хорошо жить, делом заняты, асатры им туда черный икра сюда, каянияк туда-сюда живем, да? В общем, ничего. Ушли азербайджанцы, армияне вынушли на сказать, ай, дзермера, кума рэс, и шук, калдали патпуцюн сарки к меркельхин. И с прекрасного дебилеса и пришли в развалене Ереван, Объявили независимость, и по факту мы теперь благодаря этим событиям родные нации, нациями стали. То есть мы могли бы там сидеть в какой-то империи в наших селах, хвастаться, что первые нации, единственные нации в мире, но, к сожалению, по практике мирового сообщества ООН пока не признает тебя нацией, ты не нация, к сожалению. Но это факт. И вот мы все три нации стали, благодаря частично грузинам, как они назвали, стали независимыми государствами. Но мой друг Дервиш очень недоволен качеством. Через сто лет стыдно, да? Все время говорим молодые мара. Какие молодые? А сто лет уже? И в таком состоянии. И, конечно, радоваться мало чему, только историческим фактам столетним, не больше. И какими-то достояниями народными, маленькими, не потому что большевизма, а потому что у всех, во всем мире было развитие. И у нас Сана к нам тоже пришла, и ко всем пришла. И русские тоже были лапотью сто лет назад, и это развитие не от них, а от всего мира. И к ним, и к нам, и ко всем пришла, если поскромнее судить. И мы то, чего мы есть. И особенно, да, я думаю, что Дервиш сердит еще, что какая независимость, когда как крыса сидим в норах. Это независимость, это самоопределение, когда нас заставляют маски надевать, сидеть там, сям и так далее. И с этой перспективы, когда я смотрю, да, трудно не согласиться с Дервишем. Я очень хочу, чтобы все наши народы, все три народа, жили мирно, счастливо и так далее. Я от всего сердца хочу, и грузинам, и азербайджанцам, и армянам. А себе я от всего сердца хочу, чтобы из Баку, за Урбамедов Дервиш, ФНД, Здесь был, я из Тбилиси еще сюда притащил бы, к Гошадзе Дервиша грузинского. Армянского Дервиша не назову, потому что его или убьют, или посадятся эти суки, или дети, НКВДшники, чайкисты, дети спортивного актива и так далее, и до сих пор там сидящие. Но он знает, придет, и нам вчетвером здесь на острове было бы очень-очень весело. И вам всем счастья, мы до конца жизни могли бы здесь остаться. Выпить конечку, покурить косичку, и поздравить вас всех родные кавказцы с днем карантина.